Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики моего видеоканала. С вами снова я, Дмитрий. И сегодня я хочу рассказать вам и показать храм, который находится в старинном селе Катина, Скопинского района Рязанской области. Село Катина расположено по правую сторону дороги, идущей из города Скопина в город Михайлов. Катина род рязанских дворян, Катиных, в то время владевших несколькими земельными угодьями на Рязанщине, а также деревня Катина принадлежала им. Через 10 минут мы выдвигаемся в село Катина, к храму Троицы Живоначальной. Посмотрим, в каком состоянии на сегодняшний день находится он. Если доступ не загражден, пройдем внутрь, посмотрим там. До встречи у храма. Поехали в село Катина. Сегодня у нас 13 сентября. Часть дня. Уже прохладно становится. Березовая рочь. Катина, 11 километров. Село Катина, основанное в 1710 году. Школа или детский сад здесь у них. А вот и храм. Тут уже новый храм построили еще рядом. Этот, наверное, очень дорого восстанавливают. Построили новый храм здесь. Этот храм очень тяжело восстановить. Много средств нужно. Мы находимся уже у храма, который впечатляет своей архитектурой. Очень большой храм. Не знаю, как на камере, но вживую очень большой. Это село в прошлом принадлежало приходу села Становая. В то время там была построена церковь во имя Святой Троицы, которой позже был устроен предел Святого Николая Чудотворца. С этих пор село получает название Троицкое. Сохранившиеся документы тех лет говорят, что Троицкая церковь, обложена первый раз в здание, была в 1760 году, 2 августа. При церкви числилось земли 10 четвертей в поле, с иных покосов на 60 копин. При ходе храма состояло 6 дворов солдатских, 50 крестьянских и 5 нищих. Всего 65 дворов, включая дворы церковного притча. В 1837 году деревянная Троицкая церковь пришла в верхнее состояние и нуждалась в ремонте. Тогда решено было заменить крышу и подновить стены храма. В 1844 году реставрационные работы продолжились. Ветхий деревянный иконостас заменен новым резным, а внутренние стены церкви украшены новой стеной живописи. Тем не менее, ремонт Троицкой церкви не был доведен до конца. Об этом свидетельствует отчет церковного притча за 1868 год, где сказано, что храм в прочности неблагонадежен. Поэтому после долгих обсуждений было решено сломать старую церковь и на ее месте построить новый каменный храм того же названия. В 1868 году началось строительство храма, который существует и поныне. По штату в 1873 году на Священной Троицкой церкви полагался один священник и один паломщик. В церковной земле числилось 361, а в приходе состояло 424 двора. В населении числилось мужчин 1702 человек и женщин 1872. В приходе имелось две земских школы, одна четырехкомплектная, другая двухкомплектная. Цветы посажены, красивые здесь очень. Строили на века. Сейчас строят один год. Петли мощные вообще, кованые. 200 лет отстояли и еще столько отстоят. Кованые гвозди. И равно с годами все ввалится. Использовали что-то. Какие-то стоят вытяжки, турбины что ли. Но здесь разрушение значительное. Вода текла где-то. Все разрушилось. Кованые гвозди. положили ход здесь не знаю даже как туда попасть сейчас посмотрю с другой стороны есть ход здесь попробую зайти все получится